Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами на темку, которая, конечно, кому-то будет приятненько, кому-то не очень. Поговорим мы сегодня с вами о двух стратегических подходах к своей жизни, которые сейчас, в эпоху карантина, коронавируса, боже, эти святые лучи, которые вечно на меня светят, очень активно проявились, потому что месяц назад, а наш карантин в Украине уже длится месяц, я сказала вам о том, что сейчас есть время поменять позиции, сейчас есть время наконец-то сделать то, что вы давно хотели, сейчас есть время перебросить лидеров, потому что сейчас все смывается. Что мы видим через месяц? Что я вижу через месяц? А через месяц я вижу ровным счетом то, что видела и до. Что те, кто был максимально включен, активен и, в общем-то, занимался своим бизнесом и проявлялся ярко до карантина, сейчас делает это не менее хорошо, а даже наоборот, еще больше ускорился, еще креативнее проявился, и уже, в принципе, пожинают плоды, по крайней мере, того, что точно понятно, что бизнес у этих людей либо пошел вверх, либо, по крайней мере, откроется после карантина. Что мы видим у других? А у других мы видим, что наступил рай. Большинство людей сейчас пожинают, вообще наслаждаются тем, что наконец-то можно официально ничего не делать, не придумывать никакую отмазку, кроме я самоизолировался, сидеть дома, жить на какие-то сэкономленные копейки или даже получать от работодателей своих какие-то крохи денег, это еще хорошие работодатели, которые как-то пытаются поддержать, но при этом даже не пытаться рыпаться. Я общалась со своими друзьями-предпринимателями, которые предлагают своим сотрудникам проявиться, попродавать, стать более активными, повзаимодействовать с аудиторией и заработать себе какие-то деньги. Нет! Никто не хочет! Все говорят, не-не-не, я самоизолировался, меня нету, вообще нельзя выходить. Люди получили то, о чем всегда мечтают. Пенсию! Наконец-то началась пенсия, когда можно сидеть из-за крохи, вот эти вот, знаете, когда у вас тут официальное трудоустройство или неофициальное, я же хочу пенсию себе, потом 42 доллара, а может быть потом и 12 долларов получать. Вот сейчас, в принципе, люди к этому пришли. Но давайте с вами разберем более все-таки глобальную историю о том, почему есть, как я сейчас разделяю, две разных стратегии отношения к своей жизни. Как они разделяются? Лично для меня я разделила их так. Первое, это люди, которые при любых раскладах всегда во всем находят то, как выиграть. Ну вот, например, есть такие добрые люди, которые, знаете, это как из анекдота, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. И вот у меня есть такие комментарии, которые каждый раз пишут, говно, дерьмище, Ермилова, но продолжают смотреть, насиловать себя, но смотреть. Так вот, такие люди частенько мне пишут, о, вы теперь уже и то делаете, вы теперь и это, вы теперь и это, вы переквалифицировались, вы переделались. Я вам скажу так, на самом-то деле я всегда иду в своей парадигме. Но момент того, что я действительно гибкая, и я действительно ловлю моменты, ситуации, и вместе с этим, что очень круто, изменяюсь сама, то есть, что для меня происходит естественно, это правда. Было бы глупо, если бы я всегда, знаете, была как упертый баран, и все время говорила одно и то же, делала бы одно и то же, вне зависимости от того, приносит это результат или нет. Мир стал слишком динамичен, слишком изменчив. Я вам уже говорила о том, что сейчас очень сильно поменялись все вибрации, мы сейчас ускорились, время действительно сейчас физически ускорилось. Вам не кажется, это уже, ну, опять-таки, для тех, кто понимает, о чем я говорю, это уже ясный абсолютно факт. Время ускорилось. И те люди, которые не желают этого принимать, ну, как бы, окей. Поэтому сейчас у тех, у кого стратегия такая, в принципе, была по жизни, постоянно ищу возможности, постоянно думаю, как сделать больше, как сделать лучше, постоянно думаю о том, как я могу проявиться, постоянно фокусируясь на развитии и росте, вне зависимости от того, что происходит где-либо, эти люди всегда будут выгребать. Да, на какое-то время можно теряться. Да, может не получаться. Может даже долго не получаться. Но это порода людей, чья стратегия всегда не просто выжить, а преуспеть. Это даже не предприниматели, это преуспеватели. Всегда и во всем. И обратите внимание, посмотрите сейчас на тех людей, которые активны, это преуспеватели. Вы смотрите и думаете, прямо бесит. Он делает тысячу дел. Зачем он это делает? Он и тут, и там. Конечно, очень хочется, как я уже говорила, сказать, что он дурак, что все равно это не работает, что он не зарабатывает сейчас, что лучше я буду сидеть и ничего не делать, и у меня будет чуть-чуть хуже. Но это все длинная стратегия. И такие люди, рано или поздно, они по миллиметру. Знаете, это вот как, когда ты ходишь на тренировку. В детстве я ходила в детские коллективы, а сейчас вот у меня дочь гимнастка. И вот моя Алиса, она 2011 года. И она ходила со всеми девчонками 2011 года в группу. С маленького возраста. И вот она ходила-ходила, но она не болела, не пропускала. И работала чуточку упорнее. И вот в какой-то момент, опа, и она перевелась в группу, где тренируется со старшими девочками уже с 2009, 2010, 2008 годом. Почему? Потому что она стала сильнее. Вот она, можно сказать, там сначала она тренировалась там на 2 часа в неделю больше, потом на 4, потом на 5. А в результате, если мы считаем уже за год эти результаты, а тем более за 2, за 3, отрывы идут сумасшедшие. Точно так же и в жизни. Вам кажется, что, ну если я сегодня этого не сделаю, да ничего страшного. Это как набирать вес, знаете. Набрать 200 грамм не страшно. И тортик съесть один не страшно. А вот страшно, когда ты смотришь, и у тебя уже плюс 100 кг. Какая вторая стратегия у людей, у большинства? Уж простите. И на чем она основана? Сейчас начнете узнавать себя. Конечно, очень не хочется. Хочется говорить, что нет, я преуспеватель. Ни хрена. Какая стратегия у вторых? Первая мысль, которая приходит этим людям, это, то, что еще не готов. Сейчас еще чуть-чуть. Я не уверен. Не до конца. Не доучился. Не дотренировался. Недостаточное количество лет. Сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Если сравнивать со спортом, опять-таки, буду сегодня с художественной гимнастикой, простите, сравнивать. Это как соревнование и выступление. Моя, кстати, дочь тоже пошла в своем году первая выступать. Безусловно, тренер выбирает по готовности, чтобы ребенок вообще как-то выступал. Но когда она шла первый раз на выступление, я задала вопрос, ей было, по-моему, там около пяти лет. И я задала вопрос нашему тренеру. Какие задачи вы перед ней ставите? А она мне говорит, если выйдет на ковер и не расплачется, не убежит, будет хорошо. Я думаю, что вообще обалдела. Мы тут тренируемся, у нас тут шпагаты, прыжки. А она ставит задачу, чтобы вышла на ковер и первый раз не расплакалась. И вот, вы знаете, есть такие родители, которые говорят, не-не-не, мы еще не будем выступать, мы еще не готовы, что мы там умеем, что мы там будем показывать. Ну, смешно, какой-то колобок выходит и катается. Но колобок, когда 10 раз прокатался, вышел на ковер, он уже выходит в следующие разы, и он уже может классно работать, потому что он уже пережил стресс того, что ему надо выходить на ковер, на него все будут смотреть. Это же ребенок, это же как на сцену, выйдете первый раз и попробуйте выступить. Попробуйте также смело говорить со сценой, как любой оратор. Посмотрите, что такое смело говорить, что такое нормально говорить, не пороть какую-то чушь, не заикаться голосом, когда твой голос начинает дрожать. Я это знаю, я это проходила. Так вот, точно так же происходит. Вроде бы ребенок ходил, катался, катался колобком, а потом, опа, выходят дети одного возраста, а результаты уже совершенно разные. Потому что ребенок, который сейчас вроде как больше умеет, а он весь дрожит, он не может с собой справиться, прежде всего внутри, эмоциональные моменты пережить. Так вот, у нас то же самое, у нас люди говорят, не-не-не, я еще не готов, недостаточно, нехорош, я потом. Банальные как бы страхи. Второй момент, замахиваемся сразу на большую цель. Человек говорит, я, если уже буду открывать, то супермаркет, например, в бизнесе, хочу сразу большой, я не хочу на маленькое, или я хочу сразу производство, но у меня сейчас нет денег на это, ну естественно. У меня сейчас нету на это денег, у меня сейчас нету для этого возможности, поэтому я ничего сейчас открыть не могу, буду ждать. Второй момент, когда человек начинает открывать что-то мелкое, такое милипиздрическое, вот запомните одну такую очень крутую штуку, что на самом деле открывать что-то нормальное, и открывать что-то супермилипиздрическое по затратам, эмоциональным, внутренним и даже финансовым, очень часто одинаково. Но выхлоп уже другой, поэтому нужно изначально хотя бы идти на какой-то уровень, который вам интересен. Вы понимаете, что эти деньги вам хоть как-то интересны, это эти люди, с которыми вы общаетесь. Если вы вот это по мешочке шьете, и вы изначально нацелены на то, чтобы по одному мешочку продавать в Инстаграм, все, вы проиграли, не начинайте, не начинайте. Если вы хотите сразу продавать тоннами, там, ну пусть не тоннами, не знаю, штуками, миллионами, и у вас ничего для этого нету, ни производства, вообще ни хрена нету, ни опыта, ни знаний, ну, как бы тоже подумайте о том, как этого продавать, там, не знаю, там, тысячу или 500 хотя бы. Ну, с чего-то начните, чтобы это было интересно, чтобы вы понимали, что вы продали эти мешочки и заработали хотя бы там свои какие-то 10-20 тысяч чего-то. Все. Тогда уже начинается какой-то интерес. Соответственно, мелкие цели тоже не идут. Дальше. Я сейчас подожду, вот эта история, я сейчас подожду, вот с кризисом, как произошло, я сейчас подожду и адаптируюсь, и посмотрю, что сделают другие. Вот я вижу, что дороги вообще в Киеве не сделали. Что происходит? Вы, конечно, подождете, будете там ждать, что сделают другие, но другие-то уже сделают, они уже сделают, а вы уже проиграли, ваш поезд уже уехал. Вот уже вот этот месяц карантина, когда люди переадаптировались, когда уже появилась масса предложений, уже все, уже салоны красоты присылают на дом краску, уже некоторые салоны красоты, будем откровенны, пооткрывались и работают себе втихую со своей базой, аудиторией и нормально, и все клиенты счастливы. Уже многие отпугались от этого коронавируса, понимаете? Уже понимают, что уже идет какой-то развод другой, что уже сейчас делится мир, и, в общем-то, все, что было изначально ясно. Вот, но мы по-прежнему подождем, мы подождем, еще чего-нибудь подожду, и вот, вот тогда. Вот у людей с такой стратегией всегда есть в кармашке миллиард разных вариантиков, включая того, что сейчас опасно, опасно, а вдруг налоговая меня накроет, я-то мешочки шью, и налоговая-то, естественно, что вы самый интересный человек для налоговой, если вы мешочки шьете или какую-нибудь еще хрень, естественно, вас первого накроют, будут криминальные разборки, вот вас оштрафуют, вот люди, это человеческий мозг потрясающий, потому что он находит миллиард причин. А знаете, почему находит? Помните, я вам говорила? Я вам говорила, что если вы относитесь к своему мозгу, и так как своему ребенку, очень часто, на которого вообще у вас нет времени, и вы считаете, что улица его воспитает лучше, то улица его и воспитывает, и ваш мозг нахватывается от тех, на кого вы подписаны в инстаграме, на кого вы подписаны в фейсбуке, кого вы там смотрите, он этого мусора нахватывается, ведь наши мысли, это показатель того, чем мы питаем свой мозг, как и наше тело, если мы его питаем говном, то наше тело, простите, тоже как кусок говна, вот то же самое с нашими мозгами, если вы его питаете новостями, если вы его питаете, кстати, если кто-то смотрит, тут наверняка у меня есть русские ребята, на первом канале ОРТ в России есть потрясающие ведущие новостей, я его терпеть не могу, если честно, почему? Он ведет новости, первый российский канал, ну представьте, центральный канал России, е-мое, Россия, блин, это 154 Украины, и там ведущий, ну понятно, что это стратегия такая видать, но он ведет новости от первого лица, он все время говорит, я считаю, я думаю, что вы должны сидеть по домам, такое ощущение, что он Путин, вот, и он, и то Путин себя так не ведет никогда, и он считает, что он должен всем рассказать, и у него такая мерзкая подача, простите меня, если он кому-то нравится, но для меня, мое мнение выражаю, я же тоже для кого-то мерзкая, нормально, сочтемся, у него такая мерзкая подача, и он все время говорит, вот, я считаю, вот мы должны, вы должны, и идет такая конкретная манипуляция, такая жесточайшая, причем не согласиться с этим мнением нельзя, оно не менее диктаторское, чем мое, но он вообще так вот, ну это просто для меня трэш, такое ощущение, что первый канал российский, для него это его YouTube канал, то есть он тупо его, так вот, я вам хочу сказать, что если вы, неважно, под чьим влиянием вы находитесь, а мы все находимся под чьим-то влиянием, давайте будем откровенны, одна я не под чьим влиянием, весь мир остальной под чьим-то влиянием, шутю, мы вот эти мысли и начинаем озвучивать, начинаем озвучивать, я по природе своей революционер, наверное, и анархист, и вообще, короче, я не люблю правила, и вот бунтарь такой, своеобразный, но логику какую-то люблю прислушивать, я терпеть не могу, когда мне навязывают какое-то мнение, и я вот наблюдаю, что сейчас настолько люди агрессивно навязывают мнение, не давая выбора, думай только так, и никак иначе, иначе ты дебил, лох, и прочие оскорбления идут в сторону, что я могу вам сказать, что вот эти мысли, которые у нас в голове живут, это, конечно же, показатель того, что мы слушаем, и чем мы питаем мозг, поэтому иногда, почему я вас призываю, например, к медитациям, не надо суперсложно, мне вас умоляю, ну просто посмотрите, медитация и релакция, не надо этому меня, господи, просто почитайте чуть-чуть об этом, научитесь просто свой мозг расслаблять, очищать, чтобы ваши страхи уходили, чтобы вы не были затюканы тем, что я сказала, или кто-то сказал, чтобы вы были в состоянии, это вот понимаете, очень похоже на то, когда вы мама, вот я сейчас очень хорошо об этом расскажу, папы тоже, возможно, сейчас именно в карантин это поняли, что происходит, происходит то, что вы пытаетесь чем-то заняться, у вас есть какие-то свои дела, но вы ходите, спотыкаетесь об мусор, вы его думаете, блин, мне надо поубирать, вы начинаете убирать, и в это время ваш ребенок кричит, мама, включи мне, мне надо настроить сейчас, значит, у меня тренировка, тренер считает, что вы не зря платите деньги за онлайн тренировки, и еще он вам дает задание, вы должны своего ребенка снимать, точнее он вам говорит, ты должен прислать 5 видео, где ты что-то делаешь, ребенок приходит, говорит, мама, сними, пожалуйста, как я что-то делаю, у ребенка не получается это сделать с первого раза, и ты 3 часа это делаешь, и вот твой ребенок, как только ты это закончил делать, ты смотришь и думаешь, что у твоего ребенка грязные волосы, ты плохая мать, надо помыть волосы, ты идешь мыть ребенку волосы, ты сама в это время все намокаешься, у тебя весь душ, все проходит, ты думаешь о работе, потому что надо же как-то деньги генерить тоже в принципе, ты помыл только волосы, Выходишь из ванной, тут кричит ребенок, мама, я кушать хочу. Думаешь, ладно, ты идешь, пытаешься кушать, приготовить, заходишь, возвращаешься в ванну, и видишь, что там его вещи валяются, трусы его валяются, еще что-то, он полотенце бросил, ты начинаешь за этим убирать, в это время у тебя что-то горит. А ребенок кричит, мама, и вот попробуйте-ка себя, это жизнь обычная, бытовушка, вы сейчас все себя узнали, а теперь представьте, что по всем этом вы должны теперь здраво соображать. Вы можете прийти, теперь очень классно что-то сделать по работе, предложение, или подумать о каком-нибудь там своем стратегической задаче, или для клиента что-то выполнить, в зависимости от того, что вы делаете. Вы не можете это сделать, вы хотите просто тишины, вы хотите просто помолчать, вам хочется, чтобы все заткнулись, вам просто хочется помолчать. И вы молчите, и понимаете, что вы втыкаете, вы втыкаете уже в одну точку полчаса, и вам от этого хорошо. И вот если у вас есть эти полчаса, или если вы можете, как я, убежать в машину для этих получаса этого, вы после этого можете что-то в свою голову положить. И вот на эту очищенную голову, если вы открываете инстаграм, включаете новости, или что-то, а там шлак и грязь, в ваш мозг опять входит этот шлак и грязь. Но вы можете положить туда что-то сами. Для этого вам нужно хотя бы иногда выбирать себе 10 минут и думать, что туда класть. Вместо того, чтобы потыкать в одну точку, подумайте о расслаблениях, о медитациях, послушайте просто приятную музыку, закройте глаза, открою вам секрет. И просто попробуйте сосредоточиться на том, чтобы ни о чем не думать. И каждый раз, когда ваш мозг будет убегать от приятных картинок, возвращайте его. Потому что спасаться от этого нужно. И это две стратегии. Одна, которая всегда будет уводить вас куда-то налево, которая всегда будет искать оправдание, почему у вас плохо, которая будет ждать и говорить, еще не время, подожди, подожди, оно само придет. Это еще один момент вот этой второй стратегии. Надежда на то, что само, я когда-то слышал, что само произошло, само. Само ничего не произойдет. Происходит у тех, кто день за днем настраивает свою волну вот здесь. Волну понимания GPS для вашего мозга, куда вы хотите идти, где ваши цели, где ваши желания, какая она ваша жизнь, она у вас обязана быть. Если вы не настроите, у вас как в радио будет один шум, постоянные шумы, и вы будете надеяться, что вот-вот вы где-нибудь проедете и словите волну. Возможно, вам чуть-чуть повезет, где-нибудь эта музычка поиграет. Но, мать вашу, вы же диджеями можете быть, вы же можете нажать эту кнопку. Чего же вы тупите? Выбирайте для себя свой путь, выбирайте для себя свою жизнь. Придумайте свою жизнь и начните подстраиваться осознанно на те волны, которые вы хотите. Это видео страшно долгое, я надеюсь, что вы его досмотрите и что-то у вас да, включится. Я буду благодарна вашим лайкам, мы празднуем 55 тысяч подписчиков на моем канале. Я вам всем очень сильно благодарна за то, что вы смотрите, за то, что вы меняетесь, и за то, что вы классные люди, потому что говняки на моем канале не задерживаются.